всем привет с вами андрей уваров и визарда сделает визарда обрушили мир визарда просто уронили небо на нашу голову они забанили рэнен сикс в легосе и теперь ну собственно все мир рухнул лавочку можно закрывать в общем карты продавать и как да больше мы не увидим таких колод и как бы все на этом я сейчас закончу видео но как бы ладно нет окей на найти помянем рена помянем рена good night светледи так вот мы остались без рена и как нам теперь с этим жить 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 нам довольно интересно вот я тут накидал такой небольшой список он каждый раз меня обкручивается обратно поэтому я раскидаю его за но который я назвал fair в кавычках legacy стейплс то есть типа честные в кавычках стейпли легосе что я имею здесь виду что скажем у честных колод у них есть ну опять честно это довольно расплывчатый термин но скажем так у тех колод которые не планируют закончить игру на первый второй третий ход которые готовы играть сколько угодно их ты не парит и скажем есть колоды которые хотят на все окей ладно сели выиграли там реаниматор сникеншоу дредж шторм да у них есть некий но скажем разный уровень готовности к более или менее долгой игре у них есть разный такой контрольный ход на которой они вот все окей вот сейчас мы выиграем но по сути они в общем то были бы не прочь если на первом ходу игра заканчивалась то есть скажем окей там мы поставили гризель из петальки там до свидания мы прикрутили кладбище сыграли там три терапии поставили 10 зомби до свидания мы сыграли 5 ритуалов одно зим до свидания то есть как бы вот таком духе ну а есть колоды которые не прочь как-то посидеть потриндеть там татсис друг друга закинуть гимн снапкастером по по флешбекать и вот это все так вот если говорить про честные колоды то раньше когда был рен то в общем то особо вопросов не стояло надо было играть реном и надо было ну играть какими-то лучшими картами можно было играть в 3 цвета можно было играть 4 при желании можно было играть в 5 но называется самое главное это был рен у него есть уже два цвета это красный и зеленый плюс но очевидно синий потому что синий в легасе хорош ну и дальше если вы очень творческий человек но вы добавляете черного либо белого либо оба вместе и как бы когда у вас есть карта которая поднимает фички с кладбища то в общем то все пойдет теперь же у нас гораздо более сложная ситуация потому что у нас есть вот ряд карт каждый из которых очень сильно очень хороша но которые нельзя просто взять и положить все вместе в одну колоду во первых потому что они все разных цветов ну а вастик бесцветный тогда как эти все насыщены цветами и скажем так мы не можем просто взять и все вместе их сложить то есть скажем мы можем например взять там око инженера в одну колоду у нас будет бук мы можем взять там око вейл тифер в одну колоду у нас будет бант мы можем взять око и арканисты и пиробласт у нас будет рук мы можем взять арканисты инженера что-нибудь у нас будет гриксис мы не можем просто взять и положить все вместе опять же если мы хотим положить вастик то нам уже посложнее класть более дорогие карты за три маны потому что скажем игра вастиком предполагает то что какую-то часть времени мы будем просто пару раз активировать вастики у нас на столе будет может быть одна земля может быть две которые дают маны и в таких условиях играть картами за три становится менее надежно да всякие делверные деки всегда играли там немезисом одним двумя тремя и каким и вастиками но все вот допустим 3 то есть как какой-нибудь контроль который играет 6 9 третьих дропов и при этом вастиками без ренов такого уже делать нельзя и поэтому разумеется вот сейчас если мы хотим играть некой такой колоды ориентированы на долгую игру то у нас встает вопрос а какие из этих карт мы должны выбрать а какие пожертвовать то есть скажем хотим ли мы играть тефери не знаю пиробластом и может быть органистом но тогда мы уже точно не играем вейлом точно не играем ок и точно не играем плаг инженером скорее всего не играем вастиком может быть мы хотим играть ок и вейлом но тогда вопрос что нам еще к этому добавить то есть можем взять допустим черный цвет либо красный либо белый но уже как бы дальше все и и собственно вот сейчас до баллоне нужно как-то сориентироваться за 10 дней и решить а чем вообще играть и вот сегодня я попробую сыграть колодой которая вот здесь у меня есть окобук то есть я решил сделать выбор в пользу ок инженера и вейла как трех своих стейплов ну и попытался в этих бук цветах наскрести что-то что мне кажется конкурентно способным то есть у нас здесь есть 6 дискард заклинаний 3 татсиза 3 гимна у нас есть ремовал 3 пуша 2 дикие 2 трофея плюс 3 снапкастеров пару к этому есть леовольт как такая тоже сильная bug карта монобаза без вастиков чтобы поддержать все эти сложные косты 6 force 1 chase ну и собственно все а что касается сайда то тут 3 вейла и в принципе сайт который я думаю вы от меня привыкли видеть 5 заклинаний против кладбищ плюс которые могут разные дела делать дополнительный ремовал против разных матчапов еще один для вольт против тех кто дрова и цели против тех кто нас целит и делюш как третий свипер ну потому что в каких-то матчах как бы скорее всего если оппонент играет существами то плак инженер никогда не бывает вообще полностью бесполезен потому что но это хотя бы достать блокер и может быть кого-то он сдует на смерть ну а токсик делюш помогает просто зачистить полностью стол если нам то требуется ну что ж вот такая колода эти мы пытаемся сыграть в постбанном легаси и приглашаю вас всех в лигу